Друзья, всем привет! Ну что, вот я встаю, жду регистрации. Палуба, на которой я буду жить, это вот туда, куда все люди заходят. Чем так низко? Я хотела бы вот где написано Александр Невский, или вот туда, куда повыше. Вон та шлюпочная, вот это я так и не помню, как называется. Но гораздо приятнее смотреть на все, на все, на что можно смотреть. Вот с этого, где буква написана Александр Невский, а я буду вот там, где-то вот там, короче, на главной. Но другой каюта для меня не было, что делать. Вот, и я жду еще 15 минут. Надо маску, перчатки, вещи. Вот в этой сумке спортивной у меня вещи, а вон там пакетик нарисовывается. Это надо сыну отдать. А так как теплоход стоит 5 часов в Волгограде, то он уже поехал с друзьями встречаться. Так что как бы не получилось, что мама сядет, а он как бы не опоздал, потому что он сейчас мне позвонил в другом конце города. Я с этим баулом, с продуктами, а там шоколадки, соки, ну все, что бешеная мама может принести сыну, вот видите, целый пакет. Все стоит. Скажет, что она что, столько же жратвы принесла в каюту, типа того, в круиз будет своим питаться. Ну и все, ни с кем не передашь. Вот я жду, пока вот сюда вынесут стол регистрации через измерение температуры, короче. Вот так. Я успела узнать еще в тот раз, когда здесь была, у сына спросил, говорю, а чего здесь только две шлюпки? Видите, вот раз, два, запасные. Говорю, что, как Титаник? Шлюпок на всех не хватает. Мы еще стояли с дочкой и гадали, сколько же она вмещает человека. Как вы думаете, сколько? Написано, что 16 человек. Я говорю, а как же все остальные? Он говорит, что в общем тут спасательные надувные плоты есть. Так что вот. Ну и что, друзья, пока я жду посадки. А это, судя по всему, не скоро. Ну, посмотрите, в чем я. Я вам нарисовала сегодня целое видео по поводу того, чего я одену. В результате все эти вещи лежат в сумках. Я подумаю, что так как я приеду раньше, все-таки одену я вот это платье, которое у меня расхожее, но вот с этой курточкой. И в самый последний момент я все-таки кинула вот это свое платье в боха, в сумку, уже прям сверху, совсем в другой пакет, потому что сумки у меня переполнены. Дело в том, что я встречаюсь с блогером, который живет в Азове. Нас с ней познакомили. И в Ростове я иду в театр. Уже купили билеты. И поэтому я так подумала, я же не пойду в этих штанах своих а-ля пятнистые, а-ля леопард, а-ля это самое военизированные в белых кроссовках. Не пойду же я в театр. Вот. И мне пришлось кинуть это все-таки платье боха. Вот. Ну и сандалии как бы при мне. Были все при мне. И я жду посадки. Сын у меня где-то шляется, сумка стоит. Никто, кроме него, не может это пронести на корабль. Потому что там стоит первый помощник и никого не пускают. Весь народ уже возвращается на корабль. А меня все никак не хотят сажать. А может это такие туристы. Новые, либо старые. Корабль что-то движется. Тут говорят, дачники причаливают с другой стороны. Любовь Рулевская. Имя этого блогера. Созова. Вообще я, знаете, очень хочу сказать. Вот это вещь блогерства. Здесь работают очень увлеченные люди. То есть вот людям. Тот, кто этим занимается. Ну, может быть, они легкие на подъем. Вот так вот перезнакомиться. Куда-то подорваться, поехать. Вот как нечего делать. У меня такое впечатление создается. Что же он так шевелится туда-сюда? Смотрите, прям туда-сюда. Наверное, люди, которые в каютах остались, скажут, что он там снимает. Снимает, болтает, болтает, снимает. Они же еще не привыкли. Друзья, тут реально качает. Прям качает. В общем, они наконец-то рассмотрели, что я там стою с сумками. И разрешили зайти мне на корабль. Регистрация только через час. В общем, я сижу на диванчике и жду. И жду регистрации. Смотрите. А, это камера. Камера обзора. Вот что происходит вокруг. Ну, вот так это все выглядит. Вот здесь стойка с сувенирами. Тарелка сувенирная стоит полторы тысячи. Коробка конфет – тысяча рублей. Брелок – триста. Ложка – пятьсот. Короче, до пятьдесят. Леденец – сто рублей. Обалдеть. Хорошо, что я не люблю леденцы. Что-то пылесос, что будет работать. Вообще-то прикольно здесь. Так, ну ладно. Вот пока сидим и ждем, давайте с вами обсудим, что можно снимать, а что нельзя снимать на телефон и выкладывать в интернет. В данный момент я нахожусь в общественном месте. То есть вот этот корабль – это общественное место. Снимать себя могу. И в любых ракурсах выкладывать без проблем. Если я снимаю общественное место, и случайно в кадр попадает человек, то, в принципе, я тоже без его согласия. Если он ко мне не подойдет и не скажет, что я не хочу выкладываться, могу выложить все это дело в интернет. Если это общественное место, то есть если я не направила на него камеру, а он там, допустим, лестницу снимает, или вот себя снимает, кто-то мелькнул, то есть если он случайно попал в кадр, то и не выразила желания мне вслух, что меня тихо-того не выкладываете, то я вполне могу выкладывать, и мне никто ничего не может предъявить. Это я почему говорю. Ну потому что, потому что, допустим, я вот сейчас сижу и думаю, меня отсюда не выпрут, когда я начну анимацию там снимать, или еще что-то. Еще раз говорю, когда мы все находимся вот в таких общественных местах, не-не-не, я себя снимаю. Там девчонки прикалываются. Чего, говорят, меня снимаете, руками может. Ну то есть вот есть люди, которые, которые, ну как бы нормально относятся к тому, что снимают, а другие, которые категорически не хотят. Ну то есть я хочу сказать, что так как мы все находимся под прицелом объективов, тех же самых вебок, которые стоят на всех подъездах, на всех углах, то современные люди должны быть готовы к тому, что их кто-то может снять без их. Без их письменного согласия, скажем так. Ну вот девчонка нормально реагирует. Друзья, всем привет! Меня запустили в каюту. Чего она такая маленькая? Смотрите, какая она маленькая. Мама! А сколько же тут метров-то? Ну короче, вот здесь две коечки, и все. Вот, на расстоянии вытянутые руки коечка, одноместная, односпальная. И все. Классно! Я говорю, что ж она такая маленькая? Мама говорит, зато уютная. Так, друзья, спасательные жилеты. Упс! Смотрите-ка, мать моя женщина. Спасательные жилеты. Вот здесь самое главное. Я все время боюсь, что меня не спасут. А окно не открывается, наверное. Мужик там какой-то стоит. Не открывается. Фигня какая-то. Крутилка. Наверное, открывается. О, открывается. Гляньте. Его можно крутить. Вот эта крутилка крутится. Слушайте, а мне нравится. COVID-19. Так, давай, камера, фокусируйся. Смотрите. Так, ну, ой. Здорово! Товарищи, мне нравится. Мне пока все нравится. Дайте ручку покрутить. Вот так здесь опускается иллюминатор. Вон, что-то плывет. Сухогруз. Смотрите. Слушайте, у нее классно. Да хорошо, что пускай. Ладно, я согласна на главную полу. Хорошо. Уговорили. Уговорили меня на главную полу. Зато я здесь одна. Это шлафа. Так, а как вы думаете, меня кормить будут? Ну, я как женщина продумана, я все взяла с собой. Так что я подумала, что вдруг меня не накормят. Вот я взяла с собой не только одежду, но и продукты. У меня грудиночка, хлебушек, помидорка. Ой, тут не ржить надо мной. Ну, я же не знаю, вдруг в ресторан нельзя. Или я вообще здесь, конечно, трехразовое питание. Я говорю, здесь вообще оплачено трехразовое питание. Но я подумала, что так как мы садимся в 9 часов только, в смысле вечера, отходит теплоход. Но естественно, я никак в ужин, я не попадаю. Но так как я не привыкла ложиться спать голодной и ем на ночь. В общем, чтобы мне сильно не страдать, я взяла с собой на один раз, на первый случай. Чтобы мне не пропадать. Вообще качает. Качает. Слушайте, классно. Садитесь все на пароход. Почему мы все по деревням сидим, коров дуем? Оказывается, так здорово. Так, кнопочка. Здесь есть три вешалки. Вот гардероб и три вешалки, куда можно повесить вещи. И я сейчас повешу, чтобы вот это вот ничего не моталось. Самое главное, что я повесила свое концертное платье, в котором я пойду в театр. Я же вам сказала, что в самый последний момент я узнала, что Любовь Рулевская приглашает меня в Ростой в театр. Как здорово. Я довольна, я довольна очень, очень-очень сильно. И поэтому я сейчас, что я сейчас сделаю? Я сейчас развешу вещи. Потому что я их нагладила, нагладила. Между прочим, я поняла, что утюг Тефал, классный вот такой утюг. У меня утюг меньше, не такой мощный. И я когда погладила на квартире утюгом Тефаль, я поняла, что я тоже такой хочу. Так, что тут у нас есть? Кроссовки мои, кроссовки, кроссовки. Надо уже, наверное, подключать. Подключать. Ой, микрофон подключать. Вот, я надеюсь, что, может быть, еще не успела смяться мои шмотки, которые я взяла. Потому что все равно не хочется ходить, чтобы ты выглядел как не пойми чего. Хорошо, что здесь есть вешалки. Я переживала вот за эти футболки, потому что, ну, почему? Потому что я их нагладила, нагладила. Ну, понятно, что в мятом неохота ходить. А это вот кофта моей дочки, которую я вам показывала на видео. Так, курить нельзя. Тут сигналы тревог. Что? Между прочим, зря я брала полотенце. Здесь все дают. Вот лежат полотенчики. Здесь может быть вам полотенце. А, по-моему, рабочий полотенце. Их отзыв еще. Нельзя. Вон. Вот так, новости. Так, туалеты. Вот как. А где у них душ? Где-то же душ должен быть. Вот здесь можно выйти. Ну, в принципе, на воде так прохладно, но я бы не сказала, что прям холодно. Нормально? Нормально не пойдет. Пока мне все нравится. Единственное, я боюсь, что я утоплю либо лист своей путевки, лист и путевок, либо телефон. И я боюсь, что не будет интернета. Поэтому я сейчас вам, наверное, выгружу видео. А все остальное в следующем. В следующем видео. Смотрите, как классно. Здорово, да? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok